Играет музыка Играет музыка Матфея 22, стихи с 32 по 40 Он прозвучал в контексте Страстной недели Кстати, по церковному календарю сейчас как раз идет Страстная неделя Итак, Иисусу задают ряд вопросов И при этом у Него, конечно, имеются и свои собственные В то время уловить, дискредитировать его пытались представители разных групп Пытались Саддукея, но без особого успеха Пытались Фарисеи Примерно с тем же успехом И вот мы доходим до 34 стиха А Фарисеи, услышав, что он привел Саддукея в молчание, собрались вместе И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Это довольно распространенный вопрос, который задают практически все главные раввины Гилель, Шамай До и после земного служения Христа Так как же на Него ответит Иисус? Иисус сказал ему «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» Это цитата из Второзакония Глава 6, стих 5 Где говорится о всеохватывающей любви к Богу Которая составляет ядро, сердцевину, преданности Богу в Ветхом Завете Позвольте обратить на это ваше внимание Значимое подтверждение закона Дьютеронос Номос Книга Второзакония Глава 6, стих 4 и 5 Пожалуй, начну читать несколько раньше Слушай, Израиль, Шама Своеобразная декларация вероисповедания евреев Господь Бог наш Господь един есть Возможно, по сути своей это не метафизическое утверждение О божественной простоте А скорее Про возглашение Бога единственным тем, у кого нет соперников и конкурентов Ибо и в предыдущих главах, в частности, предшествующие, где тоже звучат заповеди Красной нитью проходит мысль о том, что идолопоклонство – путь тупиковый и бессмысленный Никаких конкурентов у Бога нет И люби Бога твоего всем сердцем твоим И всею душою твою и всеми силами твоими Так записано во Второзаконии 6, что Иисус и говорит в ответ законнику Обратите внимание на более широкий контекст, и вы поймете значимость данного утверждения И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем Совершенно очевидно, что у этих заповедей есть не только внешний план И внушая их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих Ортодоксальные евреи поступают так и по сей день Таким образом, Иисус направил внимание законника на вещи не второстепенные, не периферийные, а на самые что ни на есть ключевые Об этом, в частности, свидетельствует то, что здесь упоминаются дети О детях в Писании сказано, к сожалению, крайне мало, и это несколько разочаровывает Хотя Время от времени они все же упоминаются Как, например, в этом стихе Так вот, значимость рассматриваемых слов подчеркивается тем, что Бог повелевает внушать их детям Это то, что должно быть передано следующему поколению, дабы оно знало, каков Бог и какова его природа, и какого отношения он требует Повторюсь, это обстоятельство подчеркивает значимость высказывания Однако Иисус говорит законнику не только это Сия есть первая заповедь, говорит Христос в Матфея 22 Итак Сия есть первая и наибольшая заповедь, а затем Иисус отмечает, что есть и вторая, подобная ей Которая также восходит к Ветхому Завету Тору законник знал превосходно Так вот, Иисус отсылает его к книге Левит Главе 19, стиху 18 Левит 19, 18 Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя Я Господь Это один из многочисленных примеров того Насколько мастерски Христу удавалось творчески синтезировать, обобщать Ветхозаветное откровение И соотносить стихи так, как это никому не удавалось И не только это Иисус приводит горизонтальный план «Возлюби ближнего своего» и вертикальный план «Возлюби Господа Бога твоего» в ответ на вопрос «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе» А далее в 40 стихе он говорит «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» Предшествующее откровение Ключевым становится образ дверной петли Обе заповеди — это петли, на которые крепится дверь Без них она работать не сможет Это также можно назвать заповедью любви Или нравственным мандатом Последнее звучит более терминологично Формулируется он в утвердительной форме Тогда как 10 заповедей — в отрицательной «Не, не, не» Тем не менее, подытожить их можно утвердительным высказыванием Что я имею в виду? Смотрите Если я люблю Бога, то я не стану поклоняться идолам Если я люблю Бога, то не буду произносить Его имени напрасно, что бы это ни значило Если я люблю своего ближнего, я не лишу его жизни Если я люблю своего ближнего, я ничего у него или у нее не украду Видите, как остальные заповеди можно выразить иначе С точки зрения двух наибольших заповедей Иисус же служит примером Богоугодного образа жизни Жизни по Божьей воле Будучи облаченным в человеческую плоть Он — воплощение Он — живой пример Настоящий живой образец Это разные способы выражения одного и того же смысла Модель — воплощение — живой пример Хочу обратить ваше внимание на то, что реформаторы 16 века именовали Обедиенция Кристи Иначе говоря, послушание повиновения Христа Повиновение Христа Он в совершенстве воплотил в себе этот закон Этот образ жизни Другими словами, он был абсолютно праведен Совершенно праведен И это послушание Христа Имеет две стороны По мнению реформаторов Оно активно и пассивно Иногда речь идет об обедиенции актива Активном послушании, если хотите А иногда о послушании пассивном Послушании в страданиях Терпеливом послушании Можно сказать, что жизнь требовала от него активного послушания А крестная смерть — пассивного Итак, пассивное послушание Христа Объединяет их то, что, проявляя послушание в любой форме, Иисус творил волю Отца И живя, и умирая И живя, и умирая В конечном итоге Этим послушанием Христа Мы и спасаемся Плоды активного послушания Христа Его праведная жизнь В Евангелии спасения Вменяется в праведность нам Отсюда и богословский термин «вменение» Пассивное же послушание Христа Его крестные страдания Изглаживают наши грехи Которые препятствуют нашим отношениям с Богом Нашему общению с Ним Послушание Христа Активное и пассивное Спасает нас Богоугодная жизнь и пример, который показал нам Иисус, надлежит научить весь мир И с этим мы переходим К великому поручению Итак, если заповедь любви дана нам в 22 главе То великое поручение записано в главе 28 Стихи с 16 по 20 Кульминационный момент Евангелия от Матфея Ибо воскресший Христос возглашает «Дана мне всякая власть на небе и на земле» Все есть царь иудейский, не просто царь иудейский Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились И приблизившись Иисус сказал им «Дана мне всякая власть на небе и на земле» Итак, когда пойдете И это буквальное прочтение Научите все народы Не исключительно евреев Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа Уча их соблюдать все, что Я повелел вам Все, что Я повелел вам Принцип помещения текста в рамке контекста Основной темы и всей книги Требует обращения ко всей книге К Нагорной проповеди главы 5-7 Диалогу с законником и так далее И все, я с вами Во все дни до скончания века Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте По распространению Евангелия и расширению библейского образования От нас зависит, будет ли христианское образование доступным Поддержите наш проект молитвой и финансами О чем молиться и как пожертвовать Вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Это поручение, это авторитетное повеление Исходящее от источника закона и нравственности Звучит не исключительно ради того, чтобы зафиксировать решение Христа Фраза в высшей степени странная И возникшая в истории церкви относительно недавно Она касается ученичества Людей Научение их тому, как поддерживать отношения, дарованные Богом по благодати И установленные посредством Евангелия о благодати Как поддерживать их в любви к Богу и ближнему Важно отметить, что здесь мы встречаемся Как, впрочем, и в Ветхом Завете С таким понятием, как Этика ответа Или ответная этика Этика ответа В свете того, что Бог совершил для вас, что вам лично было бы невозможно Вот как надлежит вести себя в отношениях, дарованных по благодати Вообще, многие послания апостола Павла имеют подобную структуру В первой части он на что-то указывает, о чем-то свидетельствует А во второй разъясняет, как это должно отражаться в образе жизни, в поведении Возьмите, к примеру, послание к Ефесиным И сравните главы 1-3 с главами 4-6 Аналогичная картина в послании к римлянам Павел излагает Евангелие в главах с 1 по 11 А 12 глава начинается словами «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим Представьте ваши тела в жертву живую» Разъясняя в последующих трех главах, что это означает Какое поведение, какую этику должно демонстрировать в ответ на Евангелие Это ответная этика, а не этика продвижения или восхождения Последняя основана на языческом принципе и восходит еще к дохристианским временам Ты мне, я тебе Я отдаю в надежде получить Если я буду почитать богов, они будут благоволить ко мне Именно так, по восходящей, я и буду завоевывать Божье благословение, Божью благосклонность В Евангелии все иначе, все наоборот Естественную религию она переворачивает с ног на голову Резюмировать это На основании как Ветхого, так и Нового Завета можно так Речь идет о подражании Христу Помните, что таким образом мы не вступаем в отношения с Богом А живем в контексте этих отношений Сейчас я предлагаю прерваться на 10 минут У нас будет перемена, а на следующем занятии мы поговорим о том, что значит подражать Христу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин